всем привет и добро пожаловать на мой канал канал который так и называется отращиваем волосы до пояса и сегодня необычное видео сегодня моё первое юбилейное видео пролетел уже ровно год как я решила что все хватит я хочу длинные красивые здоровые свои волосы ненарощенные не какие-то там торчушки которые приходится ежедневно укладывать плойкой чтобы хоть как-то это выглядело ну по-человечески что ли я решила что все хватит я это решила не просто так найти бы на это было были очень веские причины а дело в том что я практически осталась без волос после нескольких неудачных окрашиваний нескольких я была блондинкой вот смотрите какая блондинка и да можете посмотреть вот и блондинка блондинка и я наращивала себе волосы много лет вот смотрите как я прекрасно с длинными и наращенными волосами отдавала за это очень большие деньги на самом деле я ходила к разным мастерам потом остановилась в одном салоне и много лет делала наращивание там мне меня всегда убеждали что да наташа можно отрастить у нас как бы все наращивают и все отращивают но к сожалению у меня это не получилось у меня получилось только убить густоту своих и без того не густых волос благодаря наращиванию у меня получилось благодаря осветлению ходить вот с такими вот чептиками вот тут найти такими коронами я ходила я решила что все хватит мне это надоело это не работает я отдала просто если посчитать наверное ну сотни тысяч какие сотни тысяч это больше пол миллиона это точно за все мои наращивания за невероятные шампуни по 4000 и так далее и тому подобное чтобы это все не отвалилось чтобы это все держалось в общем давайте я вам покажу что было со мной год назад посмотрите я сделала подборку и дальше продолжим и у меня не была мальчика Продолжение следует... Итак, короткая предыстория. Меня зовут Наташа, и мне в этом месяце исполняется 33 года. Я и волнуюсь, и очень радуюсь. У меня трое детей, и на моих видео вы можете наблюдать, как я была беременна, и долгое время... То есть такая видна пушечка такая. Мне было тяжело третью беременность, тем более с такой прической и так далее. И, в общем, за последние два месяца изменилось то, что, во-первых, я похудела. Не сильно похудела, но я похудела, я молодец, на 3 килограмма. Сейчас мой вес 56 килограмм, мой рост 160 сантиметров. И я сделала некоторые косметические процедуры, потому что я всё-таки хочу, чтобы... Я очень хочу выглядеть хорошо, красиво. Для меня это очень важно. У меня троните, и я не хочу, чтобы они видели какую-то замученную мать и мать-перемать. Ну, об этом потом, в общем, краткое знакомство. И ещё немного о себе. Я более 8 лет вела свой бизнес, организация детских праздников. У меня были детские центры, всего 5 детских центров. Чередовались открытием-закрытием. И последний свой детский центр вместе с агентством я продала в прошлом году. В общем, я такая идейная, боевая. И вот я решила, моя идейная, боевая голова решила, что всё, пора Наташе заняться собой и заняться своими волосами. Можете посмотреть, как... Я надеюсь, что вам видно, и вы видели мои прошлые видео, что было с моими волосами. Если вы видели, то, я надеюсь, вы вместе со мной погрустили. Вместе со мной. Обосмотрели, пожалели эту женщину, да? Которая хочет длинные волосы. Ну, непонятно, получится у неё или нет. Я говорю, получится. Волосы растут. И два месяца меня не было. Расскажу, почему я не записала видео в марте. По очень-очень простой причине. Все знают, что происходит в нашем мире. И конец февраля просто поверг в шок не только меня, наверное, многих из вас. И мне трудно найти какие-либо слова. И трудно было найти их тогда, вот месяц назад. Я села снимать видео, но я поняла, что я не могу это делать. У меня в голове были другие вопросы. У меня было много возмущения. Было много сожаления. Чувство беспомощности. Мы находимся далеко. Я живу на Дальнем Востоке России. Мне непросто говорить. Я, честно, очень переживала. И до сих пор я переживаю, что происходит вообще в этом мире. И я желаю каждому просто находить в себе силы и все-таки не судить нации, не судить какими-то общими признаками. А на самом деле я и много моих знакомых очень переживаем за ситуацию, которая происходит в мире. И у меня есть друзья с города Харькова, которые, слава богу, они смогли убежать на третий день. Они сейчас живут в Германии. И есть знакомые, которые остались. В общем, я не снимала видео, потому что я не могла просто это сделать. Надеюсь, вы меня простите. Надеюсь, вы меня поймёте. И чуть подсобравшись, уже ближе к концу марта, в общем, я сделала несколько экспериментов. Поэтому давайте опустим эту тему, эту грустную тему. Я знаю, это всем тяжело. И я хочу рассказать о том, что я сотворила со своими волосами за эти месяцы. Как вы заметили, если вы заметили, я стала рыжая. Я начиталась очень много форумов, очень много отзывов о том, как классно красится хной. Кстати, много было отзывов о том, как это плохо, как волосы сушатся. И этим отзывам я не доверяла, потому что они были подкреплены фотографиями хной упаковки, знаете, за 20-15 рублей из масс-маркета. А что вы хотели? Вы же не покупаете шампунь за 15 рублей и не жалуетесь, что он не моет. О чём говорить? Почему хна за 15 рублей должна быть хорошей? Я купила себе хну. Хна фирмы... Первая была фирма с амвани, по-моему, хна с травами. Вот она вот так выглядит. Я не рекомендую её использовать, не надо. Хотя, если вы хотите такой жёлто-медный цвет, то да, окей. Покажу вам фотографию, если найду, то она вот тут будет. Вот смотрите, какой цвет получился. Мне не понравился, я даже подрастроилась, потому что у меня низ, если помните, был Airtouch, уже отрос. И такой жёлтый, как будто бы ржавый цвет. Нет, это нехорошо, мне не понравилось. И, в общем, я заказала ещё себе хну, конечно же, откуда я могла заказать. Это всё, спасибо большое, Wildberries, фирма Indie Beard. Фирма замечательная, по-моему, хна мельчайшего помола, развела водой, просто как нежная кашица, нежная сметанка. Нанесла на волосы, всё подержала, я по-честному подержала два часа. И когда смыла, я увидела тот цвет, который мне, я хотела, который мне нравится. Это красноватый, рыжий такой, поярче цвет. Но я окрашивала этой хной только один раз. Я буду делать повторное окрашивание на этой неделе. И, я думаю, будет ярче цвет, потому что имеет накопительный эффект. Итак, мои ощущения после хны. Зачем вообще я это затеяла? Зачем это нужно окрашивать? Расскажу, как есть, как на духу. Итак, значит, почему хна? У меня от природы русый, пепельный, обалденный, прекрасный, натуральный цвет волос. И он мне не идёт. Этот прекрасный, ну правда, с переливами цвет волос, он не идёт мне, как я считаю, именно вот моему внутреннему какому-то состоянию, потому что это серый, блеклый цвет. Конечно, я понимаю, что за годы, там, за время моей беременности и так далее у нас дети погодки. Я немножко так погрустнела иногда. Но всё же я больше такой позитивный человек. Я не зря я ходила очень много лет с блондом. Это очень яркий, вызывающий цвет. Ты такая в центре внимания. Ну, мне это нравится. Я не скрываю, я работала, ну, ведущая, аниматором много лет и выступала на разных площадках. Вот. И я остановилась на рыжем, на хне, потому что блонду, ну, к блонду, как сказать, вход запрещён. Если я покрашу блонд, это будут опять бесконечные несмывашки, маски, чтобы хоть как-то это ели, как бы дышало. Это надежда на хоть что-то отрастить. А я не хочу, чтобы хоть что-то отрастить, девочки мои. Ну, я, наверное, замахнулась, но я хочу отрастить. Вот. Вот моя цель. Я не знаю, через сколько, через год-два вы... Я буду сидеть напротив вас, и у меня будут вот такие длинные волосы, но они будут. Пусть мне уже будет, мне сейчас вот 32, на этой неделе 33 исполняется, пусть это мне будет 35 или 37 лет, но я отращу. Потому что длинные волосы — это круто, это кайф, это красота. И я хочу сделать, да, звёздочку, сноску такую, да, что не просто длинные волосы — это круто, а длинные, красивые, блестящие, ухоженные волосы. Не просто, когда у тебя длинные, сальные, и ты вот так вот ходишь постоянно там с гулькой. Я смотрю на девчонок, думаю, ну зачем, ну у вас длинные, шикарные, ну чуть-чуть локоны, и будет просто сногсшибательно. Это же молодость. Да, ситуации бывают разные, иногда просто некогда не хочется, и да, но всё же в большей степени времени надо выглядеть хорошо. Так, в общем, про хну вы поняли. Рыжий цвет, мне хочется быть яркой, это один, это первая причина. И вторая причина, это то, что хна способствует росту волос, способствует росту волос, укреплению волос. Хна закрашивает седину, у меня появились седые волосы в небольшом количестве, но, знаете, когда появляются эти волосы, ты просто накрасишься, и этот волос просто у тебя вот, ты его видишь, даже если он вот тут где-то находится. И, ну, мы, девушки, это замечаем всегда, какие-то такие изменения возрастные. Да, первый раз у меня был пот холодный, когда я увидела седой волос. Ну, а что сделаешь? Ну, время идёт, и... Ну, а что ты сделаешь? Можно притворяться, что их нет, а можно как-то закрашивать с помощью травяных красок, масок и так далее. В общем, я решила закрашивать чуть-чуть, пусть будут под ободком рыжей хны. В общем, качество волос после хны у меня стало лучше, хотя за этот год я за ними, ну, хорошо ухаживаю, без лишней скромности скажу, что очень много средств и маски, и масла натуральные заказываю. И выиграла недавно маску, которая, оказывается, стоит почти там 5 тысяч, 4 с чем-то, маску для волос, её тоже делала. В общем, радую волосы как могу, и делаю это с удовольствием. В общем, посмотрите, что у меня получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу напомнить, что длина, которая сейчас у меня, это длина, можно сказать, с нуля. Потому что то, что было, небольшие кусочки волос, это я уже отстригла в течение года, потихонечку-потихонечку. Хоть асимметрия небольшая сохранилась, но летом я это исправлю. Рассказываю, почему летом, дорогие мои, я в этом году создала свой телеграм-канал. Абсолютно бесплатный телеграм-канал, где я с огромным удовольствием делюсь какими-то своими новыми покупками, делюсь своими мыслями по поводу роста волос и делаю бесплатный марафон роста волос. Сейчас правила бесплатного марафона очень простые, точнее правило очень простое, и оно одно. Не стричь волосы в течение какого-то времени. Сейчас у нас идёт марафон до 20 июня. Всего 4 месяца у нас за то, чтобы волосы не стричь. Вот уже чуть больше 2 месяцев прошло, ещё полтора месяца впереди, и результат до и после буду я фотографировать. До я уже сделала фото, и после буду сравнивать. Кстати, посмотрите на мой предыдущий результат. Вот он, это за 2 месяца, январь-февраль, как у меня отросли волосы. Ну, я думаю, что неплохо. И, кстати говоря, я думала, что они у меня совсем чуть-чуть отросли, потому что я, оказывается, не замечаю. А когда я уже сделала фото, фотоколлаж, я посмотрела и думаю, ну да, ну, растут волосы. Ну, сейчас я замечаю, что они растут, меня очень радует, что они хорошего качества, мягенькие. Сегодня я помыла голову просто твёрдым шампунем. Сделала скраб для волос фирмы Zeytun. Так, вот мой шампунь, вот мой скраб, что будут вопросы, я знаю. И всё, я не сушила ни феном, ничего, просто я вот прочесала, на кончики нанесла немножко масла, масло вот это. Так, ну что, я ещё вам хотела рассказать. Я хотела вам сказать, что подписывались на мой телеграм-канал, присоединялись, потому что с 30 июня у нас стартует новый марафон, марафон на целых полгода. Если вы готовы, то вы будете готовы на полгода, никаких стрижек, никаких подравниваний кончиков. Полгода будем отращивать, ухаживать за волосами, правила не стричь. И, конечно же, ухаживать, уход у каждой, каждый подбирает свой. Мы на канале делимся, какой уход и у кого что работает, кому что нравится, не нравится. Вот. Так что подписывайтесь, я буду рада видеть каждую, кто решил, решился на этот шаг. Вперёд! Вперёд! Так, что я ещё вам хотела рассказать. Про хну рассказала, про маски рассказала. В общем, я, кажется, про всё вам уже рассказала. Итак, если вы хотите отрастить длинные волосы, я вам желаю, чтобы у вас получилось с моей помощью, без моей или какой-то поддержкой. Пусть это у вас получится в любом случае. Потому что длинные волосы — это красиво. Девчонки, не слушайте парикмахеров, которые говорят вам, да постриги, волосы, не зубы, а отрастут. Я не знаю, как насчёт того, что волосы не зубы. Зубы как раз-таки можно вкрутить. Кстати, я это недавно сделала. А вот с волосами немножко посложнее. Нужно повозиться. Нужно повозиться, и даже деньги тут как бы особо роли не играют. Да? Вот, поэтому, слушайте парикмахеров. Я прям... Я это говорю сейчас прям серьёзно. Потому что за всё время моей... За всё время, вот, считай, мне сейчас 32 года, я окрашиваю волосы с 17 лет и ходила к разным парикмахерам, колористам, стилистам. Господи, что они только не делали с моими волосами. Однажды я просто пришла, и... Одна стилист, очень известная в нашем городе, я хорошо зарабатывала. И зарабатываю. И вот, в общем, одна стилист, она просто брала мои волосы блондинистые. Она приехала с какого-то обучения, она вот так их закручивала, так, брала ножницы и делала вот так. Вот представьте, и вот так она делала по всем, по всем вообще волосам. Я сижу в зеркало, смотрю. Мне тогда было лет 25, наверное. Ну, я думаю, ну, наверное, так надо. Я же не знаю, ну, это какое-то высокое искусство, и как бы специалист прилетел с Москвы, и она лучше знает. Девочке, у меня такое было потом на голове. Уложить я это не могла никак. Я дала сколько-то там тысяч за эту стрижку, если это можно так назвать, за это издевательство. И я была в шоке. Я сейчас вспоминаю, да, мне просто испортили. Еще я ходила, был у меня опыт, я отрастила свой русый цвет вот так волосы. Найду фотографию, прикреплю, покажу. Я сходила на Airtouch, началось модное веяние, и мне просто брала парикмахер в порядку волос, и просто, я извиняюсь, просто фигачила там пудрой разведенной, видимо, я не знала, что это делается на фольгу, что это какой-то начес там или феном, вот это то, что фишки. Она просто вот решила так, и у меня получилось русый, оранжевый, желтый, сожженные кончики. А был просто свой живой красивый русый цвет. Отдала тоже какую-то сумму, помню, больше 10 тысяч на тот момент, это лет 5 назад. Это были неплохие деньги, но за которыми я думала, я буду красиво выглядеть. Но было ужас, было много слёз, и я всё больше анализирую. И если у вас есть на самом деле свой парикмахер, свой мастер, благодаря которому у вас сейчас красивые волосы, ухоженные, длинные, и она вам подсказывает, и где-то отговаривает, держитесь, пожалуйста, за этого мастера, никому его не отдавайте. Потому что таких людей просто единицы. Если вы такой мастер, и сейчас смотрите моё видео, я просто преклоняюсь перед вами. Есть люди, которые реально... Мастера, которых реально заботит состояние волос клиента. Не просто, о, ты пришёл, я креативный чувак, сейчас тебе нафигачу тут прическу. А дальше, знаешь, как будет так, иди ты там, ты не первый, ты не последний. Вот это отношение, конечно, свинское. И то, что эта профессия настолько вошла в эту жизнь, в нашу, ну, очень много людей, которые прошли какие-то курсы и стали парикмахерами, стали колористами, и продолжают портить людям волосы, делают какие-то кератины, делают какие-то пластики невероятные. Я читаю отзывы, как у людей сыпятся потом волосы, у кого-то гениально всё красиво, у кого-то просто чуть ли не аллопеция. И я ещё раз призываю и говорю вам, что если вы идёте к новому мастеру, не надо, нельзя верить на слово. Нельзя, вот я приду... Нельзя верить на слово. Нельзя, вот то, что я пришла, и вот как видит мастер? Я столько видео пересмотрела, когда приходят девчонки с длинными красивыми волосами, а им делают какой-то каскад. Запомните, просто не у всех есть вкус, далеко не у всех людей есть вкус, не у всех есть чувство стиля, не у всех есть какое-то видение вашей пропорции лица, стрижка, которая вам подойдёт или нет. И даже если человек называет себя там стилистом, это не значит, что он вам сделает хорошо. Даже если у него стрижка стоит 10 тысяч, это тоже не значит, что он вам сделает хорошо. Бывают случаи, я читала, девчонки пишут, что длинные волосы, пришла к мастеру, а мастер сказала, я не буду тебе их отстригать, у тебя красивый волос, и это просто в какой-то парикмахерской недорогой. И девушка делилась, что она до сих пор благодарна той женщине, которая её отправила домой. Другая, которой нужны там 500 тысяч рублей, я сейчас говорю это абсолютно серьёзно, она бы сказала, сколько стричь? Столько? Ну и всё, ещё и волосы потом на резиночку, как они там делают я. Ладно, много вопросов по этой теме. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какой у вас опыт с вашими мастерами, потому что у меня пока всё желает, желать лучшего, оставляет желать лучшего. Однажды мне хорошо сделали нелирование девушкой, я обалдела просто. Я тогда заканчивала университет, и я когда увидела, что она с моими там волосинками там сделала, мне очень понравилось. Я потом говорю, я буду к вам ходить, и прихожу опять в салон записаться к ней, буквально там через месяц, а она улетела в Москву. И в Москве там работать стала, в общем, переехала. Ну, я думаю, да, конечно, мастерам своего дела хочется, наверное, развиваться и больше горизонты, открывать для себя мыслайд. Как раз то место для людей золотыми руками. Ну, мне было жаль, конечно, за свои волосы. Я после этого так и не нашла мастера. Ну, в общем, такое видео у меня сегодня получилось. Я ещё раз очень рада каждой из вас, кто заглянул на мой канал. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк или подписаться, если вам интересно. Ну, если неинтересно, то, ну, вот, извините тогда. И я хотела спросить бы... Хочу спросить и спрошу. У меня такой вопрос. Я всё думаю над развитием своего блога и именно о том, что бы вам интересно было смотреть. Может быть, показывать какие-то продукты для волос и сравнивать, там, дорогое, дешёвое. И вообще, что вам будет интересно. Показывать, какой пилинг лучше, поход в магазин или... В общем, если вам это всё интересно или какие-то есть идеи, пожалуйста, напишите. Я буду снимать эти видео и с удовольствием это буду делать. В общем, если есть идеи, пишите. У меня идеи есть, я скоро начну их осуществлять, но я очень-очень жду обратной связи тоже. Подходит моё видео к концу. Я сегодня увидела, что на моём канале 135 подписчиков. Радуюсь каждому подписчику, подбегая к мужу, говорю ещё с первых дней, ой, там три подписчика, уже 10 подписчиков. А за год уже 135 подписчиков. И я этому очень рада. Спасибо вам. Давайте будем вместе отращивать длинные волосы, делать это экологично, такое модное слово. Увидимся мы с вами через месяц. На ближайшем месяце я планирую окрасить волосы ещё раз хной, цвет поменяется. И на следующее видео покажу вам... Покажу вам... В общем, до следующего видео. Всех обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok